Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, её ведущий, Отец Назарий. В минувшее воскресенье мы с вами встречали праздник Святой Пятидесятницы, праздник Святой Троицы. Сегодня, в понедельник, мы встречали праздник Святого Духа. И в сегодняшнем эфире хотелось бы поговорить о том, чему посвящён праздник Святой Пятидесятницы, почему он имеет столько разных названий, почему в понедельник мы отдельно празднуем День Святого Духа и вообще, кто такой Святой Дух. И в этом нам сегодня поможет наш гость Ирей, отец Алексей Беляев, руководитель отдела катехизации и религиозного образования Самарской епархии. Сложная должность. Настоятель храма в честь святителя Николая Чудотворца посёлка Берёза. Отец Алексей, добрый день! Здравствуйте, Отец Назарий! Здравствуйте, дорогие друзья! Я благодарю за приглашение на передачу. Рад, что ты будешь, пока Отец Сергий поправляет своё здоровье, вести эту передачу. И, пользуясь случаем, хочу выразить и ему пожелание скорейшего выздоровления и благодарность за многолетний труд по становлению этой передачи. Я думаю, что ты будешь таким замечательным преемником этой деятельности. Божьей помощью Отцу Сергию, дай Бог, Отец Алексей, чтобы именно так и произошло. Отец Алексей, давайте мы с вами сегодняшнюю беседу начнём с самых основ. Чему посвящён праздник Святой Пятидесятницы? Вот это название Пятидесятницы, как мы с вами понимаем, говорит о числе, да, некоторым. Пятидесятый день праздника Пасхи отсылает нас, конечно, богословски к священной истории о Пятидесятом дне исхода израильтян, из Египта, из египетского рабства. И, соответственно, в пустыне уже на горе Синай дарование законодательства Богом Моисею. И вот праздник Пятидесятницы, он праздновался в иудейской традиции. Ну и переосмыслен был уже традицией святоотеческой, христианской, вошёл в христианскую литургику, в христианскую жизнь, как праздник, собственно говоря, уже другого содержания, праздник сошествия Святого Духа на апостолов по обещанию Христа о том, что когда он после воскресения вознесётся к Отцу, то не спошлёт от него своим ученикам дар Святого Духа, что и произошло в Пятидесятый день по его воскресении. И этот дар стал основанием христианской церкви. То есть таким новым законом, если мы говорим о Ветхой Пятидесятнице, это закон был написанный на камне, то закон Нового Завета – это закон, написанный Святым Духом на сердцах человеческих. То есть мы имеем то, что в Ветхом Завете, Ветхий Завет – это у нас время до Рождества Христова, в Ветхом Завете праздник Пятидесятницы, то есть 50 дней, то есть праздник, посвящённый исходу еврейского народа из Египта. В Новом Завете мы видим, что праздник этот наполняется новым смыслом. Можно даже сказать, что это был исход человека от греха, исход человека в Царство Небесное, в спасение. И не могли бы вы, отец Алексей, рассказать подробнее о том, как это произошло, что произошло во время Святой Пятидесятницы с апостолами, то, о чём мы читаем в книге «Деяния апостолов». Отец Назарий, если необходимо курс священной истории, ну давайте кратко сделаем. Да, самого простого, чтобы нам освежить, что тогда происходило, когда все апостолы были собраны вместе и по повелению самого Христа, и что вот с ними в доме тогда произошло? Давайте вспомним эти великие священные события. Вы действительно сказали, что Пятидесятница Ветхого Завета напрямую увязана с Пейсохом, с исходом самим, с Пасхой, и является прямым следствием и продолжением этого праздника. Точно так же в Новом Завете, если мы понимаем Пасху, как исход из рабства, греха и смерти, во свободу чад божьих, как говорит Писание, то, соответственно, вот такой вот уже финал, там прекращение рабства, подчинение другому народу, другой культуре, другой власти на свободу народа и обретение им своего законодательства оформляло его как новый свободный народ. То и здесь, собственно, так же происходит, то есть освобождение пасхальное, смертью и воскресением Христа, человек от власти греха, возвращение ему свободы, быть с Богом, либо же не быть, потому что вне Христа мы, христиане, исповедуем, что этой свободы нет, что человек априори, как потомок падшего ветхого Адама, он во власти греха, в рабстве греха, в рабстве несвободы, невозможности быть с Богом. Вот Христос преодолевает это средостение, эту преграду, разрушает ее, и свобода венчается дарованием также законодательства тем, кто поверил за Христу, пошел за ним, дар Святого Духа. И происходит это, как мы с вами помним, когда апостолы были собраны после молитвы в храме Иерусалимском, с которым тогда не было еще размежевания, новозаветной церкви с традицией иудаизма на тот момент. Происходит вот это чудное, дивное явление, описанное в деяниях святых апостолов, когда огненные языки, языки пламени спустились и почили на каждом из апостолов. И первым свидетельством этого дара Святого Духа была возможность говорения на иных языках. И даже не на тех языках, которые далее в Писании будут названы ангельскими, то есть какими-то сверхъестественными, непонятными. В первую очередь это был дар понимания языков тех народов, которые присутствовали здесь, тех иудеев рассеяния в разных странах, которые собрались на праздник Пятидесятницы в Иерусалим. И конкретно ради них этот дар, он себя проявил в понимании их языков, в возможности апостолов проповедовать о Христе, собравшимся людям, каждому на их наречии. И это было дивно, удивительно, потому что все понимали, что по наречию, по образу поведения, по внешнему облику, эти люди апостолы галилеяне, жители Галилеи. И тут они не академически там образованные, простые рыбаки. Да, 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 говорят, значит, на разных языках и свидетельствуют о воскресшем Христе. И плодом этого стало, как говорит книга Деяний, обращение многих собравшихся к вере во Христа. Несколько тысяч человек, если я не изменяю. Там даже число называется, множество. То есть мы имеем то, что апостолы были собраны в одном месте, на них сходит Святой Дух, причем сходит явным образом. Видимым, да. Видимым образом, так, что апостол Петр выходит на проповедь, и его проповедь слышат различные народы, которые там присутствовали. И как вы действительно, отец Алексей, упомянули, что не просто они слышат свой язык, они даже слышат свое местное наречие. Наречие, да, да, да. И после яркой проповеди апостола Петра множество людей желают покреститься и принимают веру Христову. И вот здесь сразу возникает несколько вопросов. А как может говорить человек, и его одновременно сразу понимают несколько тысяч разных людей, и одновременно каждый слышит свой язык? То есть, говоря вот этом особом даре свыше, это не совсем знание языков, что вот как человек учит язык, он выучил там английский, французский, испанский, и говорит на этом языке, и, соответственно, его иностранец может понять. А здесь мы видим, что апостол говорил, но его одновременно понимали люди с разными знаниями языка. И каждый слышал свой язык. То есть, мы можем говорить о том, что здесь сила Святого Духа действовала не совсем так, вот как мы привыкли в жизни, когда мы изучаем языки, общаемся с иностранцами, то здесь происходит некое чудо. Как вы думаете? Я так понимаю, что по фабуле события, все-таки апостол Петр, да, предначинатель проповеди, но потом вполне возможно, все-таки я из текста такой делаю вывод, что другие апостолы, скажем так, проповедовали, вполне возможно, то есть, условно говоря, по группам, да, пришедших, скажем так, носителей разных языков. Но то, что вы говорите, вот такое толкование, оно ближе к митрополиту Антонию Сурожскому, когда он говорит, что понимание есть вот высший дар Святого Духа. И у Святых Отцов встречается параллелизм этого события, и не только с дарованием закона на Синае, а с ветхозаветным сюжетом о Вавилонской башне, о том намерении, когда, значит, Бог воспрепятствовал гордыне человеческой, и, ну, мы понимаем, что это может быть не буквальным изложением событий, а символическим, таким, скажем, вот поэтическим сюжетом о том, что произошло разделение народов, некогда единых потомков, там, значит, Адама, разделение племенное, языковое, что люди не могли осуществить замысел восстановления, ну, некоего такого условного превратного восстановления рая, величия на земле, когда они хотели достичь неба, да, путем строительства, так скажем. Но это символ цивилизации, конечно, это очень глубоко можно в этом разбираться, но факт в том, что на этом пути происходит размежевание, разделение народов путем, вот, смешения языков, языков, то есть, наречий. А здесь происходит обратный процесс на пути истинного, скажем так, достижения царствия божьего через веру во Христа, не через строительство башни Вавилонской, а через спасителя, через следование за ним происходит преодоление этого разделения и возвращается взаимопонимание людей. Да, вот часть святотеческой письменности делает акцент на этом, как раз, не на лингвистике, о чем вы говорите, вот, а именно на сердечном понимании того, что когда, как говорят, вот, что человек говорит непонятные слова, но совершенно ясно и понятно, о чем он говорит. Но это из нашей жизни, это условно. Мы все-таки не можем здесь, вот, скажем, конкретные аналогии провести. Ну, это как в жизни, когда есть единение сердец у людей, как бы они не были разделены языком, культурой, да, садятся вместе за один стол, выпивают... Находят общий язык. Сразу различные барьеры между людьми пропадают, и в таком определенном единстве духа, единстве радости люди понимают друг друга и находят общение. И, наверное, нечто похожее, но в более высоком смысле мы находим как раз-таки вот в проявлении дара Святого Духа, когда апостолы все понимали. То есть, действительно, человечество было разделено, то есть, можно даже так сказать глобально, человечество во время Вавилонской башни было разделено, и во время сошествия Святого Духа человечеству была дана возможность снова быть одним народом Божиим. Ее можно усвоить, можно ей пренебречь. Да, все верно. Это возможность, действительно. И по сию пору она кем-то востребуется, и очевидно, мы с вами видим, что это, скажем, как минимум меньше 50% человечества. Как это, с уверенностью можно об этом свидетельствовать, что возможность преодоления, разделений, обретения взаимопонимания в Боге, возможность это сохраняется, и она будет сохранена до конца этого мира. Как говорит нам, в общем-то, учение церкви, что люди, ищущие мира с Богом и примирения друг с другом, они могут обрести это в Боге. Но, к сожалению, далеко не все, скажем так, этим даром пользуются. Поэтому к вопросу о том, почему вдруг не изменилось кардинально все за эти 2000 лет, многие вещи, о которых мы говорим, гуманизация, общественных отношений, какие-то достижения духа и творчества, и святости у людей, они очевидны, но они не повсеместны и не тотальны, скажем так, в отношении всего человечества. Это добровольно, да, добровольно принимаемый дар. И важный еще момент, вы сказали, именно радости, добродушия вот этого события, потому что собравшиеся говорили, еще всего лишь обед, а они уже напились. То есть они сравнивали эффект вот их состояния с алкогольным опьянением. Да, да. Некоторые люди не поверили, что это те самые рыбаки, галилеяне, которые необразованы, и вот они здесь выходят и говорят так активно, так торжественно, так грамотно, да еще и на разных языках. Некоторые не поверили в это, посчитали, что они напились, да, что апостол Петр пьян и, значит, вот буйствует здесь перед честным народом. Это о чем говорит? Это говорит о том, что действительно звучали, очевидно, разные наречия. И те, кто не понимали в данный момент того, что говорится, решили, что галилеянин действительно не в себе, что он несет что-то не то, ибо иначе откуда такие мысли, что они пьяны? Все верно. Да, то есть, видимо, все-таки было что-то. Тоже интересное замечание. Да. Отец Алексей, а почему у праздника два названия Пятидесятница и Святой Троицы, и почему мы еще отдельно в понедельник сегодня отмечали праздник Святого Духа? Это вопрос традиции, конечно, назвать этот день Днем Святой Троицы, потому что действия в деле домостроительства, как это в церковной традиции называется, домостроительства, спасения человеческого, явили себя все три божественные ипостаси. Отец Небесный, Творец Всего Сущего, Источник Жизни, Сын Божий, принявший человеческое естество, проповедавший, свидетельствовавший об Отце на земле, пострадавший и делом свидетельствовавший о любви своей к людям воскресшей, вознесшейся и Дух Святой явным образом сошедший на апостолов. Говорят о том, что с таким же правом можно назвать и праздник Крещения Господни Днем Святой Троицы. И в католической традиции, если я не ошибаюсь, Пятидесятница и Троица разделены по смыслу. То есть мы в Крещении тоже видим в проявлении Отца Небесный Глаз, сына, который принимает Крещение и Духа в виде голубя на него сходящего. Но это воспринимается более как частное событие начала служения Христа, то есть это с ним произошло, это связано именно с ним. То здесь мы уже видим вот такую вот как бы перекинутую Дугу к тому, что это происходит с нами, то есть что действие явления Божественной Троицы в отношении всего человечества верующего. Поэтому православная традиция совмещает эти два названия, два смысла события День Святой Троицы Пятидесятница. И по традиции Церкви всегда второй день Большого Праздника он посвящен собственно говоря виновнику торжества условно скажем, да, то есть если это Благовещение при Святой Богородице, то второй день праздника будет собор Архангела Гавриила. Если это скажем там Сретение, вот, то там будет память действующих лиц соответственно Симеона Богослова, простите, Симеона, старца Симеона, Богоприимца, да, спасибо, и пророчица Анны, ну и так далее, и вот здесь виновник торжества сам Господь Святой Дух, сошедший на апостолов. Некоторые богословы утверждают, что неуместно, то есть сам праздник посвящен Святому Духу, зачем выносить и поставь в отдельный день праздновать, на что есть скажем такой вот вариант богословского ответа, что в церковных книгах более древних этот праздник обозначался как не день Святого Духа, а понедельник Святого Духа, чем как бы подразумевалось, что вот после самой Пятидесятницы начинается жизнь Церкви во Святом Духе, то есть будет понедельник Святаго Духа, вторник Святого Духа и так далее, и не только сама Троицкая неделя, а все, вся жизнь Церкви с этого момента, с этого события, она исторического, мы имеем в виду не сейчас то, что мы празднуем, а вообще, она жизнь во Святом Духе, то есть это качественно иное бытие, приобщенности Богу. Понимаю, то есть мы можем сказать, что понедельник, День Святого Духа, это продолжение праздника Святой Пятидесятницы, посвященное как раз-таки ее виновнику, Святому Духу. Отец Алексей, у нас еще остается немного времени, и хотелось бы, насколько возможно, кратко узнать, а кто такой все-таки Святой Дух? Да, в традиции Церкви очень непросто говорить, чтобы не ошибиться, скажем, не согрешить. Да, если попытаться в паре слов выразиться, вот подходит человек и спрашивает, Батюшка, а кто такой Святой Дух? Ну, символ веры дает нам основание говорить о том, что Святой Дух, Господь животворящий, и личное обращение, то есть это не некая энергия, это личностное бытие подразумевается, все-таки, если мы в молитве Царю Небесной лично обращаемся к нему, ты приди и вселися в нас. А есть ли какая-то сила или вот вы употребили понятие энергии, которая действует Святой Дух в человеке, как она у нас называется? Называется благодатью, да, но это к вопросу уже об энергиях, не тварных энергиях, это то, о чем мы говорим в праздник преображения Господня, это действие Бога в человеке, но здесь, конечно, это вещи не тождественны. У нас в русской традиции такой певец Святого Духа это преподобный Серафим Саровский. Сложно, почему? Потому что это наследие переданное другим человеком, Матавиловым, свидетелем, и там, конечно, его рассуждение вот сложно отделить от свидетельства преподобного Серафима, но то, что этот человек осознавал, пребывал в личностном общении со Святым Духом Божьим, ну, это как бы очевидно. Спасибо большое, отец Алексей, за увлекательный разговор. И вам большое спасибо. Тема Святого Духа, тема благодати, которую мы в конце затронули, эта тема очень интересна, особенно то, как она проявляет себя в святых, и надеюсь, что нам удастся с вами побеседовать на эту тему в следующем выпуске. А с вами, дорогие друзья, на сегодня мы прощаемся, увидимся в следующий понедельник в Ланвине Восьмого. Ангела всем Хранителя, храни вас Бог. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова